Ой, как приятно, я даже не заметила. Так, ко дню космонавтики, казанские художники-графисты украсили автобусную остановку между улицами Гагарина и Королёва. Теперь всех отъезжающих напутствует Гагаринская. Очень красиво, почаще бы так делали. Нравится очень. Я это время работал на стройке, весной как раз. Мы ура кричали, когда сказали нам, что Гагарин летел. Чемнин Кассия Гумерова не только радовалась за Гагарина, но и угощала первого космонавта Губадьёй и Костыбыем. В 60-е годы в Щёлково женщина была его соседкой по лестничной площадке. Я тогда ещё не могла поверить, что вдруг он, кого я знаю, такой не смелый молодой человек, полетит в космос. Основатель отечественного ракетостроения и космонавтики конструктор Сергей Королёв три года жил в Казани. В честь него в доме на улице Лядова установлена мемориальная табличка. Благодаря космонавтике и развитию технологии у человечества повседневной жизни появилась масса вещей. Это и спутниковая связь, приборы без проводов, например, дрели, тефлоновое покрытие, которое перекочевало на посуду. И широкую популярность получили молнии и липучки. В общем, о сколько нам открытий чудных готовит эпоха космонавтики. То, что космонавтика стала такой повседневной, породило и проблему. Сейчас большинство совсем не знают современных космонавтов. В то время, как раньше стать космонавтом было мечтой каждого второго. И первые плеяды покорителей космоса до сих пор поименно на памяти. До этого феоктистов, попозже Дженебеков, Леонов, Читов, напарни Гагарина. Не знаем. А современных? Нет. Современных? Нет. Елабургские школьники из кружка интернет-журналистики по этому поводу даже выпустили видеообращение, где призвали знать и чтить современных героев космоса. Для советского школьника героями были именно космонавты. Может быть, и сейчас стоит начать с нас? С орбиты вернулось два космонавта. Один американский, другой российский. И российский как-то оказался незамеченным. В то время, как американского космонавта встретили с почетом, и он стал национальным героем. Я думаю, государству нужно уделять больше внимания этой проблеме. Отметим, что сейчас в составе российского космического отряда 26 человек, в том числе и уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков, который в минувшем году был на МКС. Обидно, что не знаем. Я, например, учился в Академии Немежуковского. Ручишь космонавтом стоять? Ну, не знаю. Первый космос туда-сюда, а сейчас уже как-то нам приелось, может. Это как бы уже вошло в русло жизни. Кто-то что-то бы сделал новое, открыл что-то или, я не знаю, полетел на Марс. Да, вот это вот имя человека уже запомните. Полет на Марсе, освоение красной планеты, космические державы Земли уже назвали главной целью 21 века. Так что, возможно, скоро космонавтика и ее герои нас снова популярно удивят. Дмитрий Иринин, Данил Филатов, Ильшат Аюков, Альберт Шифигулин, ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин